Крымский пармезан В Крыму запретили продавать алкоголь Об этом мы, кстати, тоже скажем Но новость недели, что из России в Крым По Керченскому мосту запустили поезд И первый мост через Керченский пролив Испытал президент России Владимир Путин То есть представляете, как это было? Инженеры достроили железнодорожное сообщение Потом один говорит другому Ну давай тестировать поезд, пустим Второй отвечает, не-не-не, пусть Путин протестирует Мало ли что Вот есть летчик-испытатель, а он такой машинист Или пассажир-испытатель А я правильно понимаю, что его просто привязали Перед лововым стеклом и вот так вот провезли Это вот так он испытывал его? Нет, он ехал в кабине Просто эти инженеры сказали, там Слава Навальному Разошлись, а потом Путину пришлось сесть На рельсовый автобус из Керчи В Тамань, во время поездки он находился В кабине машиниста, подбрасывал там уголь в топку Наверное, и следил, чтобы машинист Свернул не туда А поезд ему не доверили, да? То есть только рельсовый автобус Типа поезд это слишком важно и крупно Дело в том, что мы помним Что в 2018 году тот же самый Владимир Путин, президент соседней России Он на КамАЗе проехался Вот по мосту через Керченский пролив Но видите, как бы КамАЗ ему доверили Страну ему соседнюю управлять Ей доверили, а поезд не доверили Да, но доверили Следить за этим Отмечу, что его сопровождали Рабочие, каждый ниже звания Подполковника, я думаю И министр транспорта соседней России Евгений Дитрих, который докладывал О степени готовности моста То есть едут они, Дитрих, и говорят Вот тут на 100% готово, вот тут тоже на 100% Вот тут немножко не доработали Тут лучше бы объехать Товарищ министр, ну мы же на поезде едем А он говорит, мне говорили, что это рельсовый автобус Автобус, да, можно как бы Можно объехать Слушай, да, это интересная, конечно, ситуация И что дальше произошло-то? Испытал он этот мост или нет? Да, он испытал этот мост, есть такая история, что журналисты заметили интересную деталь Относительно людей, которые были на фотографиях Встречали Во время отправления И во время прибытия, по-моему, встречали В общем, журналисты обнаружили, что там было Как минимум 5 одинаковых людей, которые были Во всех этих местах Такие вот люди, которые следуют Совпадения Не думаю Близнецы Я думаю, что люди Возможно Надувные люди Или, возможно, поклонники Путина просто очень похожи друг на друга Они сели на автомобиль просто-напросто И быстренько проехали Приехали в Тамане, там стали его встречать По мосту проехали тоже? Да, конечно, но только на автомобиле Вот В Севастополе Другая интересная деталь этого Поезд, который уже после Путина проехал Уже пассажирский поезд Уже с настоящими пассажирами Без званий подполковников В Севастополе поезд встречали местные жители И одна из них даже расцеловала поезд И она написала, что Своими губами расцеловала Написала, что Севастополь Нет, она написала, что Ура, Крым Таким образом, я думаю, что Вот она признала, что Севастополь Это все-таки Крым Все-таки Крым, да, а не Севастополь После этого, конечно, дети с ней Три дня не разговаривали Но Я думаю, что сначала она хотела написать Да, сияет Севастополь Город русской славы Но потом подумала, что Она столько не нацелует И помада закончилась, в принципе Да, да И поэтому ограничилась Таким коротким сообщением Ну, они же могли открыть дело За сепаратизм вполне легко Это довольно опасно За какой сепаратизм? Сфотографировали Ну, подождите Крым, это Крым, Севастополь Это Севастополь Севастополь, это не Крым Ясно И сравнивали потом По отпечатку зубов Но я знаю, что Когда приехал поезд в Симферополь Там кое-что еще произошло Расскажите, Стас Что же? Ой, это В общем На самом деле В Крыму же Пережили блок-аут Пережили отключение воды И люди прекрасно понимают Что если что Нужно справляться своими силами Что это значит? Мало ли Поезд вдруг остановится И не сможет поехать сам Нужно же будет что-то делать Правильно? Подтолкнуть, например Подтолкнуть, да И вот поэтому они нашли Трех чуваков Которые называют себя силачами И сказали им Ребята, давайте вы пробуете Тянуть состав В общем, они тянули поезд Насколько я помню Там было что-то Вроде 900 тонн Вот Весил весь состав Который они тянули То есть трое чуваков Вот Запряглись И потянули поезд Так что Мне кажется Это самый современный Самый экологический Способ Передвижения поездов Я не уверен Сколько они тянули бы Огромный поезд Через Керченский пролив Теперь все стало понятно Смотрите Значит вот На этом Рейсовом Рельсовом Автобусе С Путиным Ехал министр транспорта Соседний Евгений Дитри И он ему так Вот тихонько Ну чтобы все журналисты Конечно же слышали Которые сопровождали Путина во время этой поездки Он так ему нашептывал Говорил Владимир Владимирович Нам надо бы еще бы 39 миллиардов рублей То такой Зачем вам 39 миллиардов рублей? Вы понимаете У нас вот эта вот часть дороги От Керчи Ну а точнее От Баггерова И до Джанкой Она не электрифицирована Нам бы там Лампочки вкрутить Ну там Электричество подать А то как-то нехорошо получается У нас поезд приходится Тепловозом вот катать Поэтому А это как-то не очень хорошо Потому что Ну как бы Визитная карточка Ё-моё И все остальное И Путин сказал Ну да конечно Как бы мы Раз это самое Распорядимся И в принципе Я теперь понимаю Что вот на эти 39 миллиардов рублей Можно не электрифицировать А вот этих троих человек нанять И они будут таскать этот самый поезд Будет экологически чистый вид транспорта Причем примерно разговор строится Так Поезд потянешь Ну да На самом деле Просто потом Все эти бумаги Приходят Дмитрию Медведеву Он так смотрит И говорит Блин денег нет Но выдержите Вместо 39 миллионов Дает 33 богатыря Вот Которые спокойно тащат себе поезд Но давайте послушаем все-таки Что же говорили Вот сами пассажиры этого поезда Первого я так понимаю Поезда Который приехал из Санкт-Петербурга В оккупированный Крым Этот поезд между прочим Он не просто так ехал Он ехал целых 43 с половиной часа Почти 44 часа Въехал в дороге То есть две ночи надо было Этим людям Которые поехали на этом поезде номер 7 Чтобы добраться до Севастополя Но вот что они говорили Мы едем к себе в Крым Мы давно уже туда ездим У нас там есть небольшое имущество И мы едем уже к себе Слово говоря Это первый поезд Который идет в новом тысячелетии Единственный неповторимый Такого второго больше не будет Он идет двое суток Но это будет двое незабываемых суток Вы посмотрите какие люди Лучшие люди России выбрали этот поезд Для того чтобы поехать Поезд опробовать А сейчас я одного только боюсь Моста Ну боюсь Боюсь Глубокой воды Ну отдать дань Во-первых строителям В мостах Мы едем С Воронежа В Симферополь Куда мы едем? В Симферополь В Симферополь Интересно конечно Люди в первый раз в своей жизни Наверное услышали название слова Симферополь Но что такое дань они хорошо знают Это они еще Севастополь не слышали Мне конечно интересно Вот я на самом деле ожидал Что если мы будем в этой радиопередаче Давать право слово туристам Вот это хотя бы будут те кто Пережил уже эти две ночи в поезде А не те кто только собирается Мы послушаем тех кто пережил Но чуть позже Смотрите Вот что интересно Они говорят что отдать дань строителям моста Дело в том что дань строителям моста Российский налогоплательщик уже отдал Эта дань в размере 250 миллиардов рублей Была отдана из российского бюджета Такой компании строй газ монтаж Другу товарища Путина Товарищу Ротенбергу Он эту дань уже принял Так что можно было и не ездить на этом поезде Но нет видите люди еще хотят дополнительных денег Наверное привезти Некоторые думают просто что не донесли Не донесли Да Такой тоже вариант возможен Кстати вот после этого приезда в Крым Этих двух первых поездов Кстати они будут ходить только через день Из Петербурга через день И из Москвы в оккупированный Крым Поезда эти будут ходить через день Конечно же многие крымчане Они сказали что мы вообще хотели бы Чтобы этот поезд Вообще он ходил бы не только там через день И вообще желательно Нам бы вот чтобы он куда-нибудь Может быть поближе бы ходил Например в Краснодарский край Потому что там продукты дешевле Подумал господин Аксенов Он сказал что я подумаю над этим вообще Над этими предложениями И мы может быть даже и в Ялту запустим Так сказать Но он сказал что не готов пока сказать Вот когда это точно произойдет И будет ходить экспресс в Ялту Потому что все таки надо строить там знаете Железную дорогу Уже после вот этого запуска После запуска железнодорожного сообщения Знаете начали появляться самые разные такие Заявления о том насколько же увеличится количество туристов В Крыму Например господин Господин Черняк Это глава подконтрольного России Комитета по туризму крымского парламента Он сказал что в 15 миллионов человек Приедет уже в 2020 году По железной дороге в Крым Почему 15 миллионов Потому что на открытии этого железнодорожного сообщения Президент соседней России Владимир Путин Он сказал 14 миллионов Ну а ему же надо как бы повышать ставки Он сказал уже 15 15 миллионов приедет Также там приезжал и приезжала и глава Ростуризма Она сказала что приедет приблизительно на 20 процентов Увеличится количество туристов Ну в общем как бы количество туристов Увеличивается уже в какой-то геометрической прогрессии Я посчитал что если приедет 15 миллионов человек Это получается уже каждый девятый россиянин Должен приехать в Крым поездом Не учитывая того что 5 миллионов Они еще заявляют что прилетает россиян самолетом То есть вообще скоро в России никого не останется Они все переедут в оккупированный Крым Я думаю море нужно расширять Смотрите вот они то все не поместятся Вообще на прибрежных поселках Городах Нужно прорывать канал К тому же тот же Джанкойский район Чтобы и там наконец было море Там есть известные Джанкойские пляжи Пляжи то есть а моря нет Но смотрите вот что интересно Вот эти люди которые приехали первым поездом Хотя говорят что это будут приезжать туристы Вот сами по себе эти люди Они как бы не очень готовы быть туристами Вот например одна из пассажиров Которая приехала поездом из Москвы в Симферополь Она сказала что она вообще не планирует Оставаться в Крыму И поэтому ей вообще сын купил билет И она сегодня же вечером поедет обратно Поездом к себе домой в Москву Давайте послушаем Обалденно отлично Я приехала специально Только туда обратно Вечером обратно еду Только чтобы проехать по этому Керченскому мосту Ночью нет фотографировали Вы что ура кричали Да Так что я на этом же поезде Обратно вечером в Москву уезжаю Простите но вот именно об этом я говорил Еще в тот первый раз Когда появились цифры о том Сколько будет ехать поезд Как раз таки из Санкт-Петербурга И Москвы в Крым Это было еще до того Как это были официальные цифры Сначала же вы помните Сказали что это фейковые цифры Потом в итоге они подтвердили Что реально два дня Тогда еще говорил в этой же операции Что люди будут приезжать Бухать в этом поезде Разворачиваться обратно И это весь их отпуск Ну как раз же Времени куча проходит Вот поэтому там винные лавочки поставят Наконец-то на вокзалах Я думаю что вообще Правительство оккупированного Крыма Должно учредить какую-нибудь награду Для таких туристов Потому что вот этот турист идеален Вообще с точки зрения крымчан Приехал Деньги на вокзале потратил И вернулся Отдал дань строителям моста Так сказать И вернулся Вообще на самом деле Я уже взял просто-напросто цифры Теперь и посчитал Сколько же приезжает Может приехать Этими двумя поездами в Крым Значит один поезд привозит Приблизительно 600 человек Пусть у нас два поезда Это 1200 человек Но они ходят не каждый день А через день Поэтому у нас получается На самом деле Что в месяц будет приезжать Там где-то приблизительно 18 тысяч человек 18 тысяч человек Умножаем на 12 месяцев И получаем всего лишь Около 200 тысяч пассажиров О каких 15 14 миллионах Говорит господин Путин И о каких 15 миллионах Говорит господин Черняк Для меня на самом деле загадка Мертвые души читали? Читал А для меня загадка Как вы можете В уме это посчитать Александр Вы просто сейчас Подняли Понимаешь Когда-то не было Мобильных телефонов От компьютеров С калькуляторами Приходилось все это Читать в уме Или в столбик Во всяком случае Вот еще одна интересная Новость Про этот самый Связанная с этим самым Первым поездом в Крым Более 6 тысяч подстаканников Было произведено Для поездов в Крым Из Москвы Из Санкт-Петербурга Об этом написала Российская газета Со ссылкой на Пресс-службу Кольчугинского завода Электрокабель Это очень важно Потому что подстаканники Видимо делали На этом заводе Но Несмотря на то Что произвели Такое количество подстаканников Говорят что Не хватило Сувениров Вот этих Все разобрали Россияне Разобрали Во время своего Первого путешествия Из Москвы Или Санкт-Петербурга В оккупированный Крым Но вы знаете Что подстаканники Вообще были волшебные Я думаю Поэтому их и разбирали Если Кладешь в этот стакан Горячую кружку Стакан нагревается Там в окошке поезда Появляется Путин А если вот проводники Многие боятся Что проводники Будут использовать чай Во второй раз Подавать пассажиру Вот если проводник Такое сделает Путин начинает Махать пальчиком И поэтому Это такие Стаканные тестеры Естественно Их разобрали Но говорят Что вот Выдавали Людям Тем Которым не достались Стаканы В качестве памятных подарков Беспроводные наушники И портативные Зарядные устройства Для телефонов С логотипом Поезда Таврия Говорят Некоторые пассажиры Получив такие Беспроводные наушники Говорили А и здесь провода Украли А когда Зарядные устройства Раздали Пассажиры говорят А раздайте нам Пожалуйста Еще розетки Для этих зарядочек Пожалуйста Это хороший вариант И хорошие конечно же Подарки Могли вообще В принципе Я так подозреваю Могли просто Взять и бумагу Туалетную Наверное Из туалетов Она же волшебная Эта бумага Из поезда Из самого Подстаканники Они хорошо продали Они стоили около 2000 рублей За подстаканник 700 чем-то гривен За подстаканник Да И они их раскупили Чтобы понять Я так думаю Часть разворовали Часть раскупили Как традиционно Дикие люди Лучшие люди России Сказали Это программа Крымский пармезан Программа Нет Не о лучших людях России Это программа Про ситуацию В оккупированном Крыму Александр Янковский Рустам Халилов И Стас Юрченко Мы продолжим Наш путешествие По Крымскому полуострову После небольшой паузы Крымский пармезан Это программа Крымский пармезан С вами Александр Янковский Рустам Халилов И Стас Юрченко И мы продолжаем Вознакомить Самыми интересными событиями Которые произошли На этой неделе На территории Крымского полуострова Я вот Мы продолжаем Рассказывать О Керченском масте Расскажу Вон такую новость Что Керченская лаборатория Красоты и здоровья Выпустил эксклюзивную Серию кремов Или кремов Это нужно уточнить С названием Крымский мост Выпущенная серия Является подарочной И содержит в своем составе Лучшие крымские компоненты Масло печени, оковы Масло печени, оковы Катран, простите Эфирное масло Крымского ванды И шалфея Я просто задумался о том Что на самом деле Нужно сюда Чтобы для Действительно Чтобы это было похоже На Крымский мост Песок, который остался После строительства Тоже добавлять Потому что ну Иначе куда его девать Обратно возвращать Говорят, что он Токсичный И особо и не вернешь Песок Из хранилища Можно песок добавлять еще Вот Что ж он там зря лежит Что еще И можно еще Лечебные воды Из армянского Этого целебного Озера Кислота-накопителя Добавить Ну Чтобы вот Как бы человек Получал полное Такое знаете Полную картину Всего что происходит На полуострове Обмазался Как в армянске На самом деле Вот для меня В этой новости Самой главной новостью Стало то Что в Керчи Сделали какие-то Крема Это правда Эксклюзивно Не слышал Чтобы до этого момента Когда-либо Что-то такое В Керчи Изготавливали Но вот Что еще Можно было бы сделать Мне кажется Вот более аутентичный Керченский запах Да Это была бы хамса Вот с хамсой Селедочкой Вот представляете В этой новости Не написано С каким запахом Этот крем Вполне возможно Что он запахом Вот того самого Поезда знаменитого Севастополь-Керч Керчь-Севастополь Ну с хамсой Было бы опасно Потому что люди Могли бы на хлеб Потом намазывать Эти крема А что же тут опасного Там же лучшие люди Вообще А с чебуреками? С чебуреками? Я же задумался Вот какие еще ароматы Исконно крымские Я вам приходил Знаете вот Этот прекрасный запах Водоросли Которые вынесло После шторма На берег И они вот Прорваниваются Под сорокоградом Солнцем Это уже самая Высокая там Парфюмерия Как бы это От кутюр Это не просто так Это не массовый продукт Окей Знаете У меня Дорогие мои друзья И коллеги Радиослушатели Вы наверняка А может быть Кто-то и не слышал Возле Керченского моста Возле моста Через Керченский пролив Долгие годы Жил кот Которому дали Кличку мостик Вот И теперь Строительство моста Закончено А он эти Все эти долгие годы Он был Таким неофициальным Талисманом Этого моста То есть Теперь что получается Раз Строители оттуда ушли То значит Он останется безработный Голодный Подзаборный Его выбросят Просто-напросто Или что Или чем он будет заниматься Не совсем так На самом деле Чем он будет заниматься Все еще непонятно Но у нас уже есть Прекрасная новость Про кота Мостостроителя Я ее буду вот сейчас Цитировать Как можно больше Ровно Вы головные Дорогие радиослушатели Не подумайте Что у меня шизофрения Нет На самом деле Это все прекрасные новости Ведь Кот мостик Единственный в мире Кот Мостостроитель Блогер Так сообщают Вести Крым Этого кота Мне на самом деле Очень жалко Потому что На самом деле Не Путин первым Проверял готовность Железнодорожного Моста Нет Это делал кот Его пустили первым По рельсам До этого Его пускали первым По асфальту То есть Представляете Берут кота И швыряют Эй Проверим По рельсам Но в космос Тоже сначала Собак отправляли То есть Это в традициях Вообще То есть Он после отправки В космос Он стал кошкой Вопрос Почему молчат Защитники Вот о чем Мостик провел на стройплощадке Четыре года И видел всю работу С первых свай До финальных рельсов Почти каждый день В социальных сетях Появились новые фотографии Со стройки Для подписчиков На стройке У мостика Свой отдел Он руководит Котмостнадзором Вместе с котом Стройку инспектируют Чайка Валера Баклан Варфоломей Дельфин Максим Ящерица Оксана Пес Цыган И лиса Лизавета Я теперь понял Дорогие коллеги Вот смотрите Если нас сейчас слышат Россияне Которые задаются Постоянно вопросом Почему же В 2014 году Российское руководство Обещало Что на строительство моста Уйдет всего лишь Навсего 50 миллиардов рублей Потом цена росла Там было 120 150 миллиардов В конце концов 250 миллиардов рублей Смотрите Видите Какая слаженная бригада Работала Вам жалко Каких-нибудь 250 миллиардов рублей На кота Мостика И баклана Варфоломея Из них 50 миллиардов Было только на кошачий корм Я больше чем уверен Что даже наверное Все 70 миллиардов Если не верите нам Спросите у товарища Ротенберга Вообще я сейчас Очень за этого кота Забеспокоился Потому что Если он остался без работы А тут как раз Крема произвели Крымский мост Вдруг на нем Начнут их тестировать Представляете За деньги За деньги Кот Кот Холостяк И карьерист Он еще не представляет На самом деле Куда потратить Свои норары И чем заниматься дальше Но вот я процитирую Коту уже поступают Предложения О дальнейшем Трудоустройстве Он рассмотрит их И примет решение Когда полностью Зарешит работу В Керченском проливе Я думал Что ты расскажешь Что на самом деле Он зарабатывает деньги Для керченских музеев Потому что вот Продают сувениры С изображением этого кота И какая-то часть Этих денег Идет в музеи Вы главное коту Это не говорите Потому что я уверен Что если бы кот узнал Что на нем Кто-то зарабатывает А еще и не приносит Ему дань В виде свежей хамсички Он бы очень сильно Расстроился на самом деле Что все это время Деньги шли куда-то Каким-то музеем А не ему в желудок Надеюсь он нас сейчас Не слышит Это программа Крымский пармезан И к другим темам Смотрите Наверное не все верят В надежность этого моста И даже сам кот мостик Он все-таки как-то знаете Наблюдал за этим строительством Но через мост Старался не ходить Это я к чему Дело в том Что поступили все-таки Несмотря на открытие Железнодорожного И автомобильного сообщения Между оккупированным Крымом И соседней Россией В продажу поступили билеты На теплоход На корабль Князь Владимир И причем даже уже Не только из соседней России Но даже из соседней Абхазии Ну вот часть территории Грузии Которая оккупирована Также Россией Российский оператор Черноморские круизы Сообщил о старте продаж На круизы из Сочи В Абхазию и Крым Маршрут будет такой Сначала теплоход Выходит из Сочи Затем заходит в Сухуми Потом в Новороссийск И в Севастополь И возвращается в Сочи Это тот самый знаменитый Круизный теплоход Князь Владимир Ооо Да И говорят Кто может быть Пассажирами на этом теплоходе Вот он уточнил Черняк Что на этой неделе Состояла встреча с инвесторами Из Китая В парламенте В российском парламенте Крыма Китайские предприниматели Выразили также Большую заинтересованность В организации яхтенных марин Потому что Эта ниша практически не занята То есть Могут ехать В принципе китайцы То есть им скажут Что вот международный тур Вы прилетаете На полуостров Три страны скажут фактически Да То есть Абхазия Сочи И Крым И я знаю Что вот Соседняя новость О которой мы хотели бы рассказать О том что В Крыму коммунисты отметили День рождения Сталина Там 140 годовщина была Троих по-моему После этого расстреляли Которых отправили в ссылку Но они все довольны Знаешь это как говорят Что При Сталине говорят Жизнь была очень хорошая Сказал седой мальчик То есть На этой неделе Пока к украинцам Приходил макулайчик Да Вот В Крыму коммунисты Приходили к Сталину Почему эти новости Взаимосвязаны Почему Я подумал Что на самом деле Памятники Сталину и Ленину Почему они до сих пор Это же Почему они до сих пор Остаются в Крыму Не потому что Это какое-то мракобесие А потому что Они думают о китайских туристах Они привезут китайских туристов Показывать памятники Сталина Да И потом повезут На теплоходе И собственно Это будет Самое запоминающее событие Может быть в их жизни Интересно Ну а вообще На самом деле Почему нет еще Тура по Крыму По всем памятникам Ленину Вот И памятнику Сталина Вот такой вот Это же был бы прекрасный Туристический тур Слушай Ты в Ялте был Ты в Ялте был Там когда вот теплоход Заходит вот просто В гавань Там первое что встречает Ленин вообще Да Вот он стоит и говорит Идите туда вообще Туристы Вам туда Как бы рукой показывают Дорогие крымские предприниматели Которые сейчас услышали Предложение Стаса Если вы решите Организовать такой тур Пожалуйста Запишите номер его карты 5% ему за идею И три последние цифры На обороте Тоже запишите Ну На самом деле У меня есть еще одна важная новость Вот В Крыму начался бунт По крайней мере Вот Возможен бунт Собираются бунтовать Против одного из Российских законов Да 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 Причем никто Не будет там А подконтрольный Кремлю Российские власти Мы уже рассказывали о том Как в России Был принят закон О том Что запрещается Сдавать жилье Людям Этот закон Который назвали Законом против хостелов Вот Которым По факту Люди Которые в Крыму Сдают у моря Жилье у моря Вот все эти Ялтинцы наши Вот дорогие Им просто запретили Это делать Ты знаешь Я даже считаю Что в какой-то степени Может быть Это было разумное решение В какой-то очень степени Подождите В Крыму и так Есть рынок безработицы Да И он Он стабильный Ты сейчас говоришь Как вообще Как Владимир Константинов Этот глава Крымского парламента Подконтрольного В России Он сказал Что Смотрите Надо тут Дать такое небольшое Пояснение С 1 октября В соседней России Вступил в действие Новый закон Согласно которому Запрещается Предоставление Гостиничных услуг В объектах Жилого фонда То есть Вот если это Многоквартирный Какой-то дом Или дом Жилой То вы не можете Там принимать туристов Получилось так Вначале Все крымские чиновники Говорили Что Крыма Это никоим образом Не коснется И тут вот Перед Новым годом Когда уже вступило Это все в действие Они вдруг проснулись И обнаружили Что 70% Фактически Туристического Номерного фонда Это все Мини гостиницы Мини отели Все такие Мини пансионаты Частные усадьбы Сельские усадьбы Все это Не может Просто не может Работать в российских условиях Это все должно быть Закрыто Заколочено А не знаю А эти люди Которым этим всем владеют И зарабатывали В течение лета На жизнь таким образом Что сдавали жилье В жилом фонде Они должны просто-напросто Пойти куда-нибудь На работу На биржу труда Почему так Почему так произошло Потому что Вот этот закон Он запрещает Не просто Знаете Предоставление Гостиничных услуг В жилом доме А вообще В любом жилом фонде А вот эти мини-отели Как правило Это люди Которые живут Например Ну в селе Не знаю В любом селе Приморском В любом Приморском городе Он в этом доме Живет Осень Зима Весна Он живет сам А летом У него там Есть какая-то Пристройка Или в том же самом доме Он принимает Ну вот этих самых Приезжих курортников И понятно Что он не может Полностью сделать Гостиницу Из этого своего дома Но нет Я думаю Что на самом деле Авторы российских Законопроект Думали Создавая его В первую очередь О крымчанах Они начитались Много книг О развитии личности О том Как стать лидером И говорят Как помочь крымчанам Нужно вытолкнуть Из зоны комфорта Логично Чтобы они наконец Подумали Как развиваться А то привыкли Вот это вот Летом там Просто заработали А потом всю зиму сидят Ничего не делают Кстати Господин Волченко Небезызвестный Вам наши Мои дорогие коллеги И вам наши Дорогие радиослушатели И зрители Вадим Волченко Глава подконтрольного России Министерства курортов И туризма Крыма Он на этой неделе Заявил Что в результате Принятия вот этого Закона Крым недосчитается В следующем году Бюджет Крыма Недосчитается Полмиллиарда рублей Налогов Это с одной стороны И 17 тысяч Человек Останутся фактически Без работы И еще привели Такие очень интересные Данные Это данные Господина Черняка Которые были Вообще Им озвучены На заседании Крымского Из 7 миллионов туристов Которые приехали В 18-м году По его данным Всего лишь 1 миллион 400 тысяч туристов Приехали В санатории Пансионаты То есть как бы А все остальные Свыше 5 миллионов Туристов Останавливались Вот в этих Вот теперь запрещенных По российским правилам В Крыму Мини-отелях И пансионатах Поэтому будет очень весело На самом деле Очень резко возрастет Количество родных У крымчан Потому что Когда люди будут проверять И спрашивать А что это у вас 20 человек Вот здесь отдыхают Как это отдыхают У меня это не гостиница Они просто Это мои братья Посмотрите А почему они женщины Ну вот так получилось Что-то вы Да Гендерно неравноправие В ваших вопросах Вот такие у меня братья Например Или сестры Да Его зовут Николай А что может быть еще Как вы думаете Ну вот кроме того Что буду теперь называть Всех туристов Будут называть своими родственниками Ну не знаю Туристы могут ночевать на улице Просто В Крыму же тепло Тоже интересный вариант И там уже Им тоже будут сдавать Так место под ночевку Это замечательная идея От Рустема Халилова То есть вот есть же Мой номер карточки Я вам продиктую Если вы решите Заняться этим бизнесом Парковка для автомобиля Там например 50 рублей Или 100 рублей в час А тут вот место Для лежания одного туриста Там тоже пусть будет 50 рублей Или 100 рублей в час А здесь мы убрали мусор Здесь уже 75 рублей А если еще тент от дождя То уже все 120 И теперь Я все больше понимаю Вот ту жительницу города Москва Столицы этой Великой России Которая В Крым приехала И в тот же день Уехала обратно Это самый лучший Вообще вид отдыха Для россиян Она просто читала Все эти новости Поняла что все равно Остановиться негде Ну вот все До свидания И она поехала домой Да Главное вообще не поехать После такого отдыха И следующая новость А вот следующая Следующую новость Следующую новость Мы вам обязательно расскажем Но через небольшой Небольшой промежуток времени Который называется пауза Крымский пармезан Привет всем Кто может быть только сейчас Включил свой радиоприемник Или компьютер И слушает программу Крымский пармезан С вами наш пармезанский отряд В составе Александра Янковского Рустема Халилова И Стаса Юрченко И мы знакомим вас С самыми интересными событиями Которые произошли На территории Крыма И так свершилось И так расскажет Рустем Халилов Что на этой неделе Прошла пресс-конференция Российского главы Крыма Сергея Аксенова На которую он раскритиковал Действия бизнесмена Олега Зубкова Напомню, что Олег Зубков Это владелец Сафари-парка Тайгана И зоопарка Сказка Аксенов заявил, что Зубков не исполняет Поручения властей Ты знаешь, больше того Господин Аксенов заявил Что он Он вот этот самый Зубков По его мнению Это абсолютно Проукраинский персонаж Тут стоит напомнить Что сам Олег Зубков В 2014 году Поддержал Российскую оккупацию Крыма Не просто поддержал Он даже обещал Что вот его львы В его зоопарках Сказка И парке Львов Тайган Если надо будут Они выйдут на защиту Крыма От бандеровцев Вот А теперь оказывается Спустя пять лет Господин Аксенов Называет Олега Зубкова Создателя Парка Сказка И парка Львов Тайган Называет его Абсолютно Проукраинским персонажем Мне вот интересно Если сам Сергей Аксенов Тоже занимал Пророссийскую позицию Во время Попытки аннексии Крыма В 2014 году То можно ли Его называть Раз он находился На абсолютно той же позиции Исключительно Проукраинским человеком У нас сейчас нет Под рукой записи 2013 года Где господин Аксенов Говорит о том Что Крым Это Украина Вопрос закрыт Поэтому поверьте на слово А вот господина Зубкова Я предлагаю сейчас Послушать Вот что сказал Сам Олег Зубков О ситуации в Крыму Я привык За 20 лет в Украине Говорить то что думаю Я же не знал Что в современной России Говорить правду Это очень большая роскошь Непозволительная роскошь И тысячи людей Сотни тысяч людей Может быть миллионы Работающих в бюджетной отрасли Должны говорить Вот какую-то свою правду Только на кухнях Они боятся ее признаться Открыто Потому что потеряют работу Как вы совершенно сказали Точно если вы ведете Свою независимую Журналистскую политику То вы сразу Вы запроданцы Вы сразу работники Госдепа Или Навального В крайнем случае Мы жили в другой стране Россияне Вы просто не понимаете Как украинцы Могут собираться толпами Там пикетировать Какое-то здание Саумина И им за это Ничего не будет Говорят вообще Ходят слухи Что сам Зубков У себя устроил В своем парке Львов Такие дни свободы Когда львы могут собираться Больше трех Требово Что-то у Зубкова И в эти дни Есть на обед кабачки Чтобы полная Свобода действия Жареные Или Как захотят Вообще На самом деле Я так понимаю Что Олегу Зубкову Сейчас не до смеха И почему он так сравнивает Потому что действительно Олег Зубков говорит о том Что он русский человек Сторонник Российской оккупации В то же самое время Именно при Украине До 2014 года Он Что называется У него на территории Полуострова Произошла его Сбыча мечт То есть он построил Два объекта О которых мечтал Это зоопарк сказка И парк Львов Тайган И если бы не российская Значит Оккупация Крыма То по словам Самого же Олега Зубкова Он бы построил Другие объекты Он хотел сделать Он хотел сделать Еще такой зоопарк Специально для медведей Еще сделать Несколько там парков На Белой Скале Какой-то тоже такой Парк развлечений И так далее И тому подобного И поэтому Он действительно Не понимает Почему Со стороны Подконтрольных России Крымских чиновников На него столько гонений Почему Подождите Почему гонения Они ему помогают Он же посетил Более 300 судебных заседаний Чтобы лучше понять Где же он находится В какую страну он попал И как там ведется бизнес Ну вот не понимает человек Просто так Нужно ходить по судам Все же логично Две мечты Сбылись при Украине Две мечты при России Ну собственно первая То что Россия пришла И вторая То что камни с неба Вот все он и почувствовал Да это интересно конечно Ну и я хочу напомнить Нашим радиослушателям Что вот этот Сейчас парк Львов-Тайган Он закрыт уже Во второй раз На 30 суток Вначале его закрыли 5 декабря на 30 суток И вот в конце декабря Состоялся еще один суд И снова закрыли Парк Львов-Тайган Еще на 30 суток И по словам Олега Зубкова Ему действительно очень надо Сотни тысяч рублей Ежемесячно тратить Просто на Для того чтобы Ну накормить всех этих животных А у него свыше 2600 животных Самых разных Находится только в парке Львов-Тайган И каждый день Каждая животина Требует себе питания Там 36 или 38 медведей Там десятки львов Тигров Ну и так дальше Все это необходимо Каким-то образом кормить И раньше нам говорили Кстати И крымчане И украинские политологи Даже некоторые российские Говорили что скорее всего Вот просто за всем этим За таким кошмариванием Бизнеса Зубкова Стоит банальное желание Просто отобрать этот бизнес И оседлать вот эти Денежные потоки Которые генерирует этот объект Потому что Ну летом там Тысячи людей приезжают Чтобы посмотреть Эти зоопарки Эти парки И так далее 600 человек в поезде едят Да через день Сколько это в килограммах мяса Хватит ли Зубкову Мне вот интересно Селиться им все равно негде Ну правда же Или вам скучно Ладно Давайте к другим новостям Сергей Аксенов потребовал Уложить ровный асфальт В центре Симферополя Это очень странное заявление Которое мы слышим от него Впервые за 5,5 лет Когда он занимает Эту должность Потому что Судя по всему Раньше Кривой асфальт был везде Да потому что Наверное он требовал Так говорить Вот тут не кладите ровный Тут пока кладите кривой асфальт А теперь он обратил внимание Что ровный это лучший асфальт И сказал Кладите ровный Ему говорят Сергей Аксенович Там же плитка Не важно Кладите на нее ровный асфальт Там вначале Только второй слой плитки положите Для освоения денег Из ФЦП А потом сверху еще асфальт Там три слоя Так Чтобы как бы было хорошо Вообще Осваивались деньги Ну на самом деле Судя по всему Положили неровный асфальт Который он предпочитает На одной из улиц По которых он ездит Потому что Как он прокомментировал Поездку в воскресенье По улице Роза-Люксенбург Которая сейчас Зачем ты именуешь Александра Невского Это стиральная доска Просто волна На самом деле То есть На работу он приезжает Чистым уже сразу Нет, смотрите Крымчан же уже просили Там, например Ходить в душ Но не принимать ванну Чтобы экономить воду Тут то же самое Вот у вас есть целая дорога Прошел дождик Вот снежок И можно прямо стирать Прямо на доске Представьте Как это помогает Людям узнать друг друга Соседи знакомятся с соседями Люди начинают общаться Помогать друг другу Это же прекрасно Ладно, у меня другая Симферопольская новость Что в Симферополе На месте бывшего Велотрека Построят суд И на заседании Это рядом с Центральным рынком Да, велотрек Который был Да, да, да На самом деле Я понимаю Как они думали Потому что Ну, простите Зачем вообще Велосипедистам велотрек Вот у них есть улица И что Улиц недостаточно А судить на улице Ты как бы не сможешь И куда удаляться А почему не сделать Как бы суд Прямо построить Велотрек И поставить там суд В принципе Ведь сейчас На территории Крыма Вот все эти Подконтрольные Россию суды Они же Их функция Она заключается Только в том Чтобы штамповать решения Которые диктует ФСБ Например Ну, зачем? То есть достаточно Одного судью Который будет Штампик ставить Бумаги приносит Из ФСБ Он поставил штампик Все, дальше поехали На велосипеде Причем можно эти Потом решения развозить По велотреку И судьи будут здоровы В принципе И счастливы Кроме тех Я так думаю Кота мостика Можно туда еще определить В принципе Тоже Как бы от него Будет такая же польза Как и от судей То есть он тоже Может штамповать По идее Своей лапкой Это был бы Самый мимишный прокурор За всю историю Крыма Представляете Вот кот прокурор Все приходят Он Мау-мау Ну как бы Как кажется Что говорит прокурор Ну всем же понятно Что это Сколько раз мяукнул Только лет Не прокурор Да Но это хорошая тоже идея Не прокурор А адвокат Потому что неважно Что говорит адвокат Потому что решение Все равно принимает прокурор Варфоломей Как там его назвали Козел это ликтон Баклан Вот в принципе Идеальная кандидатура Ну и как бы Вот все это решили Поставили Постановили И так дальше А можно я расскажу Про бывшего крымского прокурора Точнее про прокурор Все таки Это не оскорбление Это феминитив Который принятый у нас Прокурор Не знаю Давай прокурор Да прокурор Если говорить уж правильно Поклонская Смастерила новогодние игрушки С собственным портретом Депутат Госдумы Россия Экспрокурор Крыма Наталья Поклонская Няхпостила фабрику Елочных игрушек В Павловском посаде В Подмосковье Где сделала Несколько елочных шаров Но Что мне в этом Оказалось самым интересным Поклонская Наконец-таки Осознала кто она Что она не депутат Госдумы Что она не экс-прокурор Она няш-мяш Ведь она делает Не со своим портретом А с тем самым Стилизованным изображением Которое Стало мемом После 14-го года После ее одиозной Пресс-конференции Когда ее вместо Прокурора Воспринимали как Анимешного героя Няш-мяш Вот Именно такие Елочные игрушки Она и сделала Рустам Пошути пожалуйста Мне как-то шутки Не получаются Потому что На самом деле Как все происходило Она же там Там стояла очередь Для создания игрушек Она была третьей в очереди Ну все думает Сейчас у меня есть Хорошая идея А кто первые два Извини Это не важно Потому что Когда у нее спросили Так Кого вы будете Изображать на игрушках Только просите Николай и Путин Уже все разобраны Ага Все теперь я понял Ну блин У меня других идей нет Вот только Самое себя Самое себя Николай Путин И Николай Не не Николай Путин Николай в второй смысле Путин Владимир Путин Царь Николай Царь Путин Царь Путин Наверное так Интересно Это такие ядцы Фаберже Нового времени В принципе А можно еще новости Давай Хорошо Керчане будут встречать Новый год грустными Почему Дорогие мои керчане Оказались Потому что Поезд не пришел Нет Дело даже не в поезде Дело в том Что им ограничат Продажа алкоголя На Новый год Да 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 Представляете себе Такое Новогодняя ночь Празднование Нового года В Керче будут проходить Общение Площади имени Ленина С 23 до 3 часов Утра И вот В это время Нельзя будет Во всем городе Купить алкоголь И запрет начнется Аж за 2 часа До начала проведения Массовых мероприятий То есть С 9 часов вечера Керчане вынуждены Будут ходить Трезвыми И смотреть Злобным волком На тех Кто догадался Купить алкоголь Заранее Ну говорят Сейчас во всех Кухнях Керчи Начались массовые Перешептывания Керчане возмущаются Зачем нам Масте массовые гуляния Тогда Да Я согласен А на Ленина посмотреть На Ленина Можно и так прийти посмотреть Только после магазина Собственно Магазинами нужно Окружить Ленина Чтоб точно люди На него посмотрели Керчане Которые слушают Крымский пармезан Прекрасно знают Где нужно будет Отмечать Новый год В аэропорту В аэропорту можно пить Там разрешили Продажу вина Так что Поэтому керчане Массово пойдут в аэропорт Отпразднуют там Новый год И вернутся обратно Как вам такой хитрый план? И полетят в Ленинград На улицу строителей Зачем куда-то Они же Какая-то москвичка Которая приехала На поезде Чтобы уехать обратно Зачем им таким заниматься? Они знают Что можно Где угодно Хорошо провести время Выпить и отдохнуть А теперь рубрика Карьерный рост По-крымски Есть такое В Крыму предприятие Крымавтотранс И вот это предприятие Возглавил Знаете Убрали предыдущего начальника Возглавил это предприятие Чел Бессмертный вообще Нет Не Кощей Его зовут Андрей Андрей Бессмертный Его точно не сместят Да Дело в том Что этот человек Был замечателен тем Что он возглавлял Некоторое время Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций По Вологодской области Соседней России И он более 35 лет Проходил службу На различных командных Должностях Вооруженных силах СССР и России А также в Министерстве России По делам гражданской обороны Чрезвычайным ситуациям И ликвидации Последствий стихийных бедствий Частный участник Боевых действий И ветеран военной службы Об этом говорится В сообщении Крымавтотранса Теперь смотрите Этого человека Он говорят генерал-майор Его звание соответствует Генерал-майор Его назначили главным В Крымавтотранс Как вы думаете Почему? Почему? Ну он уже не выездной Вот Ему нечего терять По факту Так А основная причина Как вы думаете вообще? Так вы же сами сказали Что он участник боевых действий Правильно Так А теперь ближе И это освободило его От уголовной ответственности Наверное Он бессмертный Коллеги Смотрите Все очень просто Главная проблема За которую журили Крымавтотранс Это неуплата За проезд Понимаете? Он участник боевых действий Он теперь будет Заходить в автобус И в принципе Участвовать в этих Боевых действиях При оплате За проезд крымских А поскольку он бессмертный То бояться ему вообще нечего Причем Самые Пугливые Будут платить дважды Что резко повышит Собственно Доходность Самые пугливые Будут платить И не пользоваться транспортом Ростом Вот так вот будет Да Хотя на самом деле Вот в этом Вологодской области Против него было В свое время Возбуждено уголовное дело И по версии следствия Он там подписывал Какие-то акты Приема-передачи Оборудования И ущерб Под действием Бессмертного Оценивался В 355 миллионов рублей Поэтому может быть Деньги он за проезд И соберет в Крыму А вот Что будет дальше С этими деньгами Это конечно Большой вопрос Ну и Сколько у нас еще Осталось времени В эфире-то? Да совсем немного Я бы хотел рассказать Про Я вот даже не знаю Про набережную Салгирой Старую плитку Вот Да нет Наверное Слушай Ну старая плитка Как бы Она же борозды не испортит И так дальше Знаете Я Конечно же Мне очень будет интересно Посмотреть И закончить наверное Эту программу Стоило бы тем Вот что На этой неделе Россия так использовала Как пропагандистский факт Вот запуск Железнодорожного сообщения В Крыму А на самом деле Тут стоит Нашим радиослушателям Сказать что российские Железные дороги Это компания РЖД Она даже Точнее Она побоялась Запускать свои поезда В Крым И вот В Крым запустили Поезда не РЖД А специальной компании Гранд сервис экспресс Которая не ездит Никуда в Европу Или там Соединенные Штаты Америки Тем более понятно Но никакие другие страны Она действует Просто вот на территории России И еще Очень большой вопрос Сможет ли Работать эта компания Без государственной Российской поддержки И сможет ли она расширять Какие-либо там Ну железнодорожные рейсы И не попадет ли она Все же под санкции Попадет Потому что уже есть Уголовное дело Которое Ну досудебное расследование Которое начинает Прокуратура Автономной Республики Крым По факту Незаконной переправки Граждан другого государства На территорию Оккупированного Крыма Что? Все? Такими были новости На этой неделе Очевидно Должен был бы сказать Сейчас Александр Янков С вами были Александр Янковский Рустам Халилов Станислав Юрченко С Новым Годом Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин